Всем привет! На каналах Виасад Спорт и Виасад Спорт HD продолжается рассказ об истории мирового бокса. И мы отправляемся в Мэдисон Сквергарден 21 октября 1961 года и первая встреча Шугара Рэя Робинсона с Деннисом Мойером. Один из самых великих бойцов 20 века, Шугар Рэй Робинсон. Но, правда, уже несколько состарившийся 40 лет Шугар Рэя Робинсону против Денни Мойера, который на тот момент вполне себе считался претендентом на чемпионский титул. Боксер из Портленда, из штата Орегон. Десять раундовый бой. Ну, надо сказать, что у Шугара Рэя Робинсона к этому моменту, конечно, уже возникли большие проблемы. Он проиграл титул Джину Фулмеру, потом сумел вернуть его обратно. Проиграл Кармену Базилио, опять-таки выиграл матч-реванш. Затем последовали два поражения от Пола Пендера. Ничья с Фулмером и поражение от Фулмера. Эмил Гриффит. В числе почетных гостей. Рокки Марсиану. Нет, это Тони Олонге. Который на тот момент непобедим и будет боксировать в одном из следующих боев тут. Даг Джонс. Ну вот так, да, ринг-энонсер еще и параллельно делает рекламу. Дэнни Грэнн и Билл Рэкс. Тайм-кейпер Джордж Банни. Следующим Баян. Дэнни Мойер. У него есть еще брат Фил Мойер, который тоже выступал на профессиональном ринге. Кстати, что довольно интересно. Оба Мойера в своей карьере победят Шугара Рэя Робинсона. Но к тому моменту, конечно, чемпиона великого уже останется просто тень. Она и сейчас-то в принципе уже тень. Публика, конечно, хочет его видеть и ревет от восторга. Но забыть о поражениях, особенно от Пула Пендера, довольно сложно. Рефери Барни Феликс. Этого боя Джонни Гранн и Билл Рэхт. Арбитры. Рядом с рингом. Десять раундов. Ну, это, в общем, то, что нужно Шугару Рэя Робинсону, потому что в последних его 15-раундовых боях, которые проходили, что с Пендером, что, в общем-то, с Джином Фулмером, было очевидно, что ему уже не хватает сил на 15-раундовый бой. Да и вообще, наверное, для Робинсона важно тут побыстрее решить вопрос. Снова он значительно выше соперника, на 6 сантиметров, но и на 18 лет старше Дэнни Моэра. Ну, сразу видно, что Моэр парень довольно бесстрашный. И его абсолютно не волнует, кто тут перед ним. Уверенно, достаточно себя чувствует. Итоговая статистика Моэра, если в нее посмотреть, она, конечно, может удивить, да, 38 поражений. Но все это в основном было уже после их встречи с Робинсоном. К этому моменту 5 поражений у Дэнни Моэра и 9 у самого Шугара Рэя. При этом Моэр провел в ринге 35 боев, а у Шугара Рэя Робинсона одних только побед, 145. Хороший левый хук от Робинсона. Но отвечает и Моэр, и причем тоже попадает левым хуком. Два предыдущих боя Дэнни Моэр провел против Обдульо Нунеса. Один проиграл, один выиграл. Ну и я думаю, что для него, конечно, самая главная возможность, которая открывается в этой встрече, это заработать хорошие деньги. Рея Робинсона. Второй раунд боя Шугара Рэя Робинсона. Он в белых трусах, но я думаю, что с учетом того, сколько его боев на Авиасате уже было показано, наверное, разобрались и без этого уточнения. Что, кстати, интересно, в итоге против Шугара Рэя Робинсона отбоксирует вся семья Моэров. И второй брат Фил Моэр и даже дядя, который их тренировал всю жизнь. Но дядя боксировал с Робинсоном больше 20 лет назад еще в любителях. Ну вот сейчас как раз перечисляется американскими нашими коллегами, кому проигрывал Шугар Рэй Робинсон, Джейк Ла Матта, Джейн Фолмер, Каман Басилио. Пулмер, Кармен Басилио, Пол Пендар, Джейк Ла Мотта, разумеется. Самый, наверное, неожиданный проигрыш это Рэндалфу Терпину в Англии. Во время одного из так любимых Шугаром Рэйом Робинсоном европейских турне. Ну и бой с Джоем Максимом, конечно, вошедший в историю. Правда, больше не за счет того, что было показано на ринге. Бой проходил в абсолютно чудовищную жару в Нью-Йорке. И сначала этой жары не выдержал рефери. Его пришлось заменить. А затем уже не выдержал и Робинсон. Тем более, это был бой уже по весовой категории тяжелого веса. И ему пришлось действительно вес набирать, чтобы хоть как-то с Максимом можно было боксировать. И все равно был на 16 фунтов легче Шугар Рэй. Если он любит соперника боксинга, то это все. Ну что, похоже, что нокаута, в общем, если не раскроется где-то прежде всего Мойер, то в этом бою особенно ждать не стоит. Вообще, последний нокаут у Робинсона был против Тони Бальдони. В первом раунде, кстати. До того против Боба Янга. Но все это... Тони Бальдони это апрель 60-го. А Боб Янг это вообще 59-й год. А мы все-таки находимся в октябре 61-го. Сид Флаherти. Тони Бальдони это дает слова святой к Мойеру и, наверное, рассказывает им, чтобы успевать акцию. Это красиво, длинный шуток в большей группе в Мэдисон-Сквер-Гардене. На мизерной ночи, кстати. И они были хорошими. Около 8000 из них. Восемь тысяч зрителей, впрочем, присутствуют на этом бою. В Мэдисон-Сквер-Гардене. Ну, конечно, этот дворец видал и высшую посещаемость. Но что есть, то есть. И учитывая, что никаких титулов у Робинсона уже нет. Это достаточно хороший показатель. Мойер считает, что у Робинсона уже нет. Но практически ничего не делает Мойер. Тот, наконец-то, вышел в атаку уже в конце первой минуты третьего раунда. А так очень держится на дистанции. Довольно робко. Но, правда, поймал сейчас Робинсона, провалившегося немножко в атаке и забывшегося относительно того, где он вообще находится. И удар навстречу Дани Мойер нанес. Средственно подвесил в сеттименте. Это первая из их двух встреч. Вторая еще случится в феврале. В феврале 1962 года. Ну и помимо этого с Филом Мойером тоже встретится Шугар Рей Робинсон. А Мойеры хоть и выступали в одной и той же весовой категории, но подобно братьям Кличко тоже от боев друг с другом всегда отказывались. Но зато вот установить такое достижение, да, когда вся семья посоперничает с Шугаром Реем, включая дядю. Это, конечно, было любопытно. Хороший обмен ударами. Чуть точнее, на мой взгляд, Мойер здесь. Мойер здесь. Десять секунд еще боксирует в этом раунде. Робинсон очень хочет раунд вернуть себе. И, в общем-то, возможно, у него это даже и получилось. Четвертый раунд. Шугар Рей Робинсон. Кстати, боксирует он перед своей публикой, потому что живет уже много лет в Нью-Йорке. Несколько таких неприятных ударов Мойер сейчас нанес, и Робинсон их пропускает. С защитой, конечно, 40-летнего чемпиона уже большие проблемы. Это он боксирует с Мойером, который пока что еще даже не претендент. Ни на что. Чемпионом он станет, причем чемпионом только лишь Америки в 1970 году. Но в агрессивности добавил в сравнение с предыдущими раундами Дэнни Мойер. И, возможно, это даже принесет определенный результат ему. Дэнни Мойер. Правый прямой точно в челюсть от Мойера. Этот раунд, конечно, за ним пока что. Ну, мало кому удается победить время. Мы, конечно, знаем примеры фантастического боксерского долголетия. И помним, до каких лет сражался Бернард Хопкинс, знаменитый палач. В каком возрасте Джордж Форман стал чемпионом мира. И, кстати, даже защищал свой титул. Но Робинсон проигрывает борьбу времени. И для тех, кто помнит его бои 40-х, 50-х, то есть когда он был в самой своей лучшей форме, немножко грустно это все видеть. Потому что это уже не тот боксер. Он стареет. И причем стареет довольно стремительно. И если, допустим, с Джином Фулнером или с Карменом Базилио в 56-м, 57-м, 58-м году еще где-то хватало Робинсона, чтобы сделать выводы из первого боя и подготовиться немножко по-другому ко второму, и выиграть, то дальше уже и это ушло. Полу Пендеру он проиграл оба раза. Причем, что достаточно странно, два раза съездив в гости к Пендеру, по сути, в Бостон. С Джином Фулнером еще две встречи. И, в общем, тоже не принесший никакой славы. Ну, а заканчивать Робинсон будет вообще уже как Джорни Мэн, который, естественно, опять свои европейские турны начнет, поскольку он их очень любил. Да, время это самый сложный соперник. И ты можешь его какое-то время побеждать, но когда-то ты неизбежно этому времени проиграешь. И это касается абсолютно любого вида спорта, а особенно индивидуально. Можно восторгаться долголетием, теннисным ли, боксерским ли, еще каким-то. Но, вот, пожалуйста, Оля Айнар, Бьерн Даллен, великий биатлонист, тоже представитель спортивного долголетия настоящего. Но когда-то ты все равно проиграешь времени. И Шугар Рей Робинсон начинает ему проигрывать просто на наших глазах. Мы видим многие его бои. Мы помним, как он дрался с Джейком Ламоттой в 1943 году, без малого, 20 лет назад. И проиграл тогда, кстати. Потом взял реванш. И еще встречался, и встречался с Джейком Ламоттой. И снова его побеждал. Но сейчас это уже совершенно другой боксер. И Дэнни Мойер абсолютно прав, что он его не боится, что он все время атакует. Тут последняя пара раундов точно совершенно за Мойером. Мойер сохраняет скорость. Она изначально у него выше, и он ее не теряет. Он не особенно сильно устает. Уилфа Грифза месяц назад победил Шугар Рей Робинсон. Канадца. Это было в Детройте. И, кстати говоря, тоже победил по решению судей. Накоррунтирует Грифза. Он чуть позже. Хорошо, дорогие, парни. Перестань панчать. И начинай панчать. Давай, давай. Давай, давай. Давай, давай. Мойер, кстати, тоже будет заканчивать жизнь в боксе, как Джорни Мэн. Но, правда, до этого еще станет чемпионом. Сейчас-то он находится, ну, не то чтобы в начале своей карьеры, хотя ему 22 года. Но, скажем так... Он на взлете. Так, наверное, правильнее будет сказать. Заканчивается пятый раунд. Но я полагаю, что очень близкий счет. Ну, и если разбирать карьеру Дэнни Мойера, то тут можно много чего найти интересного. Он, будучи непобежденным, вышел на чемпионский бой с Доном Джорданом в 1959 году. Он проиграл тому по очкам. Это был бой в категории Вельтервейт в весе до 66,5 килограммов, в котором и Шугар Рей когда-то тоже начинал. Ну, затем два боя с Эмилем Гриффитом. Первое поражение, второй победа. Бой с Бенни Паре и тоже победа. Так что, в общем, Мойер-то... Еще на скользкую тропинку не стал. Хотя, конечно, поражения от Абдулио Нунеса и от Орхе Фернандеса в этом 1961 году, они были немного неожиданными. Ну, и у Мойера очень сильно плясал вес. Если вот сейчас он боксирует с Шугаром Рэйом Робинсоном, весом 157 фунтов, то... Это получается сколько? 60... Ну, 65-67 килограмм. То, например, против Вилли Дженнингса он вышел в весе 164 фунта. Ну, да, 157 фунтов, это 71 килограмм 200 граммов. 164, это уже 74 с лишним килограмма, так что вес действительно пляшет. Промахивается Робинсон. Если первые два раунда он был лучше, то, мне кажется, сейчас ситуация начинает так довольно стремительно меняться. И обратите внимание еще на вот такую деталь. У Робинсона все время открыт рот. И ему не хватает дыхания. Для того, чтобы выдерживать тот темп, который он выбирает. Седьмой раунд. И Робинсону, в общем-то, нужно что-то... Что-то сильно менять. Потому что тот бой, который идет сейчас... Но он не очень ему выгоден. Правым хорошим таким через руку кроссом попадает Робинсон. Продолжение следует... С левой Дэнни Мойер в атаку идет. И успешно идет. Робинсон много пропускает, конечно. Ну, самые важные, наверное, его бои последнего времени это все-таки с Пендером. И там казалось, что проблема в том, что Робинсон видит перед собой боксера примерно с собственных габаритов. Но, как мы видим сейчас, даже уступающий ему в габаритах боксер тоже наносит много ударов и достаточно много... Набивает ему. Набивает ему. ПANTАЛЬНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok Великий боксер И если бы он хоть сколько-нибудь стабилен в этом был Наверное бы добился результата Но понимаете Вот Денис Мойер Он абсолютно стабилен Даже по протяжению этого боя Он не теряет скорости Он все время как бы одинаково свеж Что в принципе вообще странно Но для 22-летнего парня Наверное нет Наверное не странно Десернийнийнийнийний Парikka Самаду iye Ngойер С intactом Трапис 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 Два минуты осталось в раунде 8. Многое будет зависеть от того, как настроены судьи и как они все это будут видеть, как они это будут считать. Кричат из угла Робинсону, это даже слышно, что надо прибавить в концовке. Поехали Мойер в то время. Нужно забрать раунд себе, по мнению тренеров. Но вот получится ли, да? Это большой вопрос. Восьмой раунд позади. Восьмой раунд позади, который остался на месте, который остался на месте, который остался на месте. Я также хочу сказать, что наш любимый раунд, сам Тауб, холмилл сегодняшний раунд, миссинг на первой раунд-робинсон файта в Нью-Йорк в более 20 лет. Готово, сам, и будь с нами следующий раунд. В следующий раунд-раунд-раунд-раунд. Ну что ж, девятый раунд, и мне кажется, что Робинсон, наконец, услышал своих секундантов и, возможно, понял, что ситуация действительно не очень для него приятная. И из клинча рефери нужно выводить. Играет музыка Мойер позволил Робинсону ставить рейтинг в последние пару ряда, это может быть опасно Играет музыка Мойер продолжает делать то, что он в общем-то с самого начала делал Ищет моменты, когда Робинсон раскрывается и Абсолютно правильно делает Ну что ж, последний раунд Последний раунд, который, скорее всего, будет определять победителя, потому что бой на самом деле близкий И, в принципе, мне кажется, что чуть впереди должен быть Дэнни Мойер Ну, скажем, 5-4 вести по раундам, но это тоже не снимает с него ответственности за последний раунд За то, как его нужно провести Если он хочет выиграть, конечно А он хочет Ва-банк начинает идти Шугар Рей Робинсон Раскрывается всеверх всякой меры Но тоже, видимо, понимает, что не все так однозначно И судьему не дать, а ему нужно побеждать Для того, чтобы продолжать оставаться интересным для публики Тем более домашний бой Вы слышите, что происходит в Мэрисон Склэр Гардене Публика ревет Просто Давай! Да! Хорошо! Аааа Но сил совсем уже практически нет У Шугара, Рея, Уолкера Смита, как его звали в реальной жизни На иступлении буквально идет он с этими ударами Толком не видят, куда бьет Да и толком, на самом деле, никуда не попадает Ну, в корпус вот сейчас попал неплохо Тут же, правда, Дэнни Мойер сошелся с ним в клинче А вот теперь уже от Робинсона хорошая атака И сейчас клинчует Мойер не просто так Ну что-то около 20 секунд остается им тут боксировать Выигрывает, выигрывает последний раунд Шугар Рей Робинсон И очень интересно, каким будет решение арбитров 40-летний величайший Шугар Рей Робинсон против 22-летнего Дэнни Мойера Напомню, что Барни Феликс рефери Тоже ведет по счет Джонни Дран и Билл Рехт, судья возле ринга И вот Джонни Ариас, ринг-эннаунсер Который сейчас будет объявлять результат Ну, бой очень близкий Это, я думаю, что вообще не вызывает никаких сомнений Шестая попытка для Робинсона выиграть титул Но до титула еще достаточно далеко И, конечно, Дэнни Мойера Это только начало этого пути Итак Билл Рехт 5-4 в пользу Робинсона Барни Феликс Ну, и Барни Феликс 5-3 Робинсону отдает победу Понятно, что он выиграл уже И Джонни Дран, еще один орбитер Тоже дает Робинсону победу 6-3 Ну, мне кажется, что 6-3 это совсем неправильно Со счетом 5-4 в пользу Робинсона Можно и согласиться Ну, и этих боксеров ждет еще одна встреча И там Дэнни Мойер Уже будет по-другому выглядеть